На 30 объектов капитального строительства планируют выделить средства из городского бюджета в следующем году. Из них на 15 необходимо разработать проектно-сметную документацию, на 15 других уже пойдут строительно-монтажные работы. На четырех объектах ремонт идет. Это здание Центра образования Накуйбышева 11, стадион 12-й школы, общежитие Назернова 62 и 11-я школа. Напомним, ранее стало известно, что учеников 11-й школы на время ремонта решили все-таки перевести из основного здания в другие школы. Изначально школьников обещали оставить в своей школе. Все работы, которые велись на объекте школы номер 11, наружные, они себя исчерпывают. То есть они сейчас ведут работу фасадной. Значит, ремонт фасада, они провели все работы по замене оконных, всех конструкций в полном объеме. Они большой объем работы провели по замене наружных коммуникаций и благоустройства. То есть там осталось по благоустройству небольшой объем работ связанный, он ограничен сейчас у нас погодными условиями. Ранее предполагали делать внутренние работы, отгораживая по половине этажа. Тогда бы учеников не пришлось переводить из здания. Но из-за санузлов придерживаться плана не получилось. Искали различные варианты. И проводить ремонт ночью и выходные. Но ради безопасности детей и скорейшего завершения строительства решили все-таки учебный процесс перенести. Ищем варианты. Начало занятий не чисто со второй сентября, например, после обеда. Занятия смещаем. Начало занятий приходилось где-то на 10-31 часов. Это поможет снизить вечернюю загрузку для детей. По большому счету мы сейчас прорабатываем вопрос размещения классов 11-й школы не только на территории первого интерната, но и на других территориях школ. Значит, и вот пока один-два класса у нас остается в очень проблемной зоне. И я думаю, что все равно постараемся найти какое-то решение. Представители администрации рассказали о строительстве нового здания 11-й школы на Зорге. Напомним, сроки сдачи объекта постоянно переносили, а подрядчик ООО ТСК свои обязательства не выполнил и пропал. Муниципалитет долго искал нового и, наконец, осенью заключил контракт с Нижегородской фирмой. На данный момент они вышли на объект, подключили объект к инженерам, к теплоснабжению, запустили все. Там уже начали работать электрики под подготовки схем временных по электроснабжению. Под охрану объект принят. И рассчитываем, что они сейчас будут заниматься. Планируем все-таки в те сроки, которые в соответствии с ПСД остались, с проектом организации строительства, именно нормативные сроки завершения работы, там 4-5 месяцев, чтобы они к июню завершили эти работы. Новое здание на Зорге не закроет потребность района в учебных заведениях. Проектная мощность старой школы 11 – 300 человек, новый – 600. Необходимо построить в этом районе еще одну школу. К тому же здание первой школы, бывшего первого интерната, тоже приходит в негодность. Встает вопрос о возможности его эксплуатации. Но пока школу закрывать никто не собирается. Правильнее не совершать, как говорится, ошибки, которые были совершены ранее, и не выводить объект из эксплуатации до строительства нового. В бюджете следующего года заложены средства на разработку проектно-сменной документации на устройстве светофоров на Силкино около кинотеатра и на Зерново около 9-го интерната. Капитальный ремонт дорог, замена барьеров на 123-й дороге. На участке от улицы Железнодорожная до улицы Бессарабинка, это вот объездная дорога, там уже некоторые опоры фактически висят в воздухе, поэтому есть угроза, что они не сдержат падение автомобиля в реку в случае какого-то ДТП. Обсудили депутаты поправки в бюджет на следующий год. Например, решено проработать предложение депутата Ивана Ситникова об установке скамейк и указателей на терапию здоровья.